Чудесные диковинные северные сказки. Это целый мир, в котором сплетены воедино поседневный быт и волшебные легенды. Именно с такими сказками Валерия знакомит малышей, хотя увлечь их нелегкое занятие. Дети не слушались, но главное их заинтересовать. И потом уже стало очень легко и даже интересно, потому что они рассказывали какие-то свои истории, как им бабушки читали, рассказывали что-то. Было очень интересно. Еще у нас была небольшая игра, где мы называли устаревшие слова, поморские слова из нашего, так сказать, сленга. И они пытались отгадать, что это значит, на уже наш современный манер. Для ребят постарше Валерия придумала другую программу. Они читают друг другу стихи любимых поэтов. Со стальками беседовала рассудительная. Приветливая лыжка всегда была на ее лице. Такие вечера проходили в детской библиотеке и молодежном центре. Всего на них побывали более 150 школьников и полюбились ребятам. Позже Валерия написала проект и отправила его на международную премию «Мы вместе». Международная премия «Мы вместе» проводится в целях поддержки и выявления лучших лидеров социальных инициатив, которые направлены на помощь людям, на улучшение качества жизни тех территорий, где проживают люди. В Котласе победителем стала Валерия Бердова в номинации «Первый поступок» категория волонтеры со своим проектом «Сказочный вечер». Мне пришел ответ. Мне просто сказали, здесь в молодежном центре, мол, ура, ты победила. Было очень приятно. Сначала я не поверила, а потом, когда у меня уже дошло, что это именно та премия, которую я писала несколько дней, вечерами, сидя здесь, я обрадовалась, очень сильно обрадовалась и была горда собой. Валерия одна из 13 победителей. Она признается, что придумала свой проект с удовольствием, ведь она сама любит сказки и стихи. Главный посыл в том, чтобы детей познакомить с писателями и подарить им любовь к чтению, чтобы они заинтересовались этой темой и чтобы они полюбили свою родину. В этом тоже была главная причина, чтобы они интересовались своим фольклором и не хотели, скорее всего, отсюда уезжать. Сейчас Валерия увлечена учебой. Она студентка второго курса Котловского педагогического колледжа. Получает профессию парикмахера. Победа воодушевила девушку. И сейчас она мечтает, как вместе с одногруппницами придумает новый проект, который будет связан с ее будущей профессией. У меня были очень важные дела.